Грету Тунберг называют одним из самых влиятельных подростков мира. Она требовала у политиков выполнения Парижского соглашения по климату. Вскоре подростки со всего мира присоединились к акции «Пятница» ради будущего. По ее словам, в 8 лет она узнала о глобальном потеплении, и ей казалось невозможным, что никто не поднимает этот вопрос. В 2018 году она прогуляла уроки и вместо школы пришла к зданию шведского парламента. Она требовала у политиков выполнения Парижского соглашения по климату. Так она устроила забастовку и перестала ходить в школу по пятницам. В итоге создала движение «Пятница» ради будущего. Постепенно к ее акциям стали подключаться другие молодые люди. 23 сентября Тунберг выступила в зале Генассамблии ООН перед мировыми лидерами, обвинив их в том, что они украли ее детство. «Люди страдают, люди умирают, гибнут экосистемы, многие виды на грани исчезновения, а все, о чем можете говорить вы, это деньги и сказки про рост экономики», — заявила она. Кто же за ней стоит? Этот вопрос люди задают чаще всего. Скорее всего, потому что люди редко верят, что подросток может всерьез и по своему желанию заниматься политической деятельностью. Но точного ответа, стоит ли кто-то за юной экоактивисткой или она действует искренне, конечно, нет. Сборник ее речей, выпущенный в 2019 году, называется «No one is too small to make a difference». Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова